Ребята в этом легком уроке фотошопа я покажу вам как легко можно сделать такую популярную на сегодня заставку как солнечные лучи. Что для этого надо? Открываем фотошоп. В данном случае у меня CS5. Вверху нажимаем файл. Создать. Создаем новый документ. Вот где ширина. Ставим 1000. Высота тоже ставим 1000 пикселей. Дальше ничего не меняем. Кликаем ОК. Вот такой у нас новый документ. Квадратик. Затем нам надо выбрать цвет. В нижней панели выбираем основной цвет. Кликаем на него на черный квадратик. Подводим курсор в самый верх, где красный. Кликаем. Кликаем ОК. Появился красный цвет. Теперь внизу опять же кликаем на фоновый цвет. Кликаем на фоновый цвет. Выбираем курсорчиком. Подводим сюда где желтое. Кликаем ОК. Панельки инструментов. Выбираем инструмент Градиент. На верхней панели кликаем линейный градиент. Затем выбираем самый крайний. От основного к фоновому. Желто-красненький. Нажимаем Shift. Держим его. Подводим курсор на половинку этого документа. Нажимаем и ведем вниз полоску. Отпускаем. Далее. На верхней панели нажимаем Filter. Искажение. И далее волна. Нажимаем. Смотрим. Здесь высветилась нам такая таблица. Надо вставить какие-то значения. Вот смотрите. Где число генераторов. Введем. Скажем. 299. Давайте 299 поставим. 299. Теперь где длина волны. Поставим 65. Минимальная. И максимальная 65. 65. Где амплитуда. Ставим 132. И максимальное значение тоже 132. Кликаем. Кликаем. Рандомизировать. И ОК. Вот какая красота у нас получилась. Но нам из нее надо сделать солнечные лучи. Для этого опять переходим туда же фильтр. вверху. И искажение. Переходим уже в эту панельку. И введем где написано полярные координаты. Кликаем. Все здесь просто кликаем ОК. Вот пожалуйста у нас и получились такие красивые солнечные лучи. Теперь это можно сохранить. Ну сохранить я думаю вы знаете как. Файл. Сохранить как. И тут уже пишите под каким именем вы хотите сохранить. Нажимаете сохранить. На этом можно было бы уроки окончить. Но. Есть один такой интересный момент. Допустим. Вы хотите сделать разного цвета эти лучи. Не только желто красные. А какие то другие. Чтобы вам не делать это повторно все. Вы можете подвести курсорчик вот сюда вверх. В верхнюю панельку на изображение. Коррекция. Цветовой тон и насыщенность. Нажали. Теперь вот ползунок где цветовой тон. Вы берете просто и перемещаете. Смотрите что происходит с этими лучами. Видите уже другой совсем цвет. Который вы тоже тут же можете сохранить. Так. Или вот так. Такой цвет пожалуйста. Вот. Смотрите сколько цветов вы сразу можете сделать. Вот так. Вот такая красота. Так что сохраняйте. Пользуйтесь на здоровье. На этом урок окончен. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok